Лучше, меньше, да лучше. Этим принципом, вероятно, руководствовались директора ряда сельских школ, когда переводили учебные заведения на пятидневную рабочую неделю. Однако жертвой подобных преобразований почему-то стал родной язык. Количество уроков чувашского языка сократилось. Эту и другие проблемы обсудили сегодня на форуме учителей родного языка. Форум посвятили 115-летию со дня рождения классика чувашской поэзии Михаила Сеспеля. Он внес неоценимый вклад в развитие родного языка. И вряд ли предполагал, что спустя столетия возникнут проблемы в его преподавании. Так, в Аликовском и Комсомольском районах в связи с пятидневкой количество уроков чувашского сократилось. Министерство образования с этим не согласилось. Вероятнее всего, школы либо вернутся к привычному графику занятий, либо укоротят каникулы. Тревожные сигналы поступают и из других регионов, где живут наши земляки. В национальных школах Саратовской области чувашские больше не преподают. Нет учителей. Старые кадры ушли, новые не пришли. Впрочем, есть и исключения. Так, в Татарстане по специальным программам школьники имеют возможность учить чувашский пять раз в неделю. В Казахстане четыре раза. Тогда как в нашей республике в программе заложено три урока. Все мы знаем, что дерево растет ввысь и у него есть корни, которые идут вглубь. Обрежьте корни, но дерево умрет. То же самое происходит с народом, чувашским народом. Если мы обрежем корни, мы будем вымирать. Поэтому образование детей, чувашских детей, надо начинать, мне кажется, с детского садика. Конечно, со временем методики изучения чувашского языка меняются. И то, что было интересно когда-то, совсем не привлекательно в нашей дне. Но у молодых преподавателей, судя по всему, есть идеи. Для того, чтобы дети полюбили наш чувашский язык, нам нужно с детства детей проще. Получается, чувашские игры надо придумать, чувашские какие-нибудь занятия, песни, кружки. Чтобы все это происходило на чувашском языке. Чтобы детям это было интересно с малых лет. Ольга Пырочкина, Регина Кубайкина, Андрей Спиридонов, Республика.